Заказчикам и набирают подрядчиков по конкурсу в соответствии с 94-й федеральным законом, тогда все идет просто. Когда у музея есть какие-то рычаги, на все это влияет. Все равно, как вы понимаете, деньги решают все. Но в данном случае было по-другому. В свое время дирекция Петербурга отказалась от функции заказчика и была создана в это время северо-западная дирекция. Северо-западная дирекция выполняет функции заказчика. А музей в этой истории носит название «пользователь». Но, как вы понимаете, когда пользователь не имеет в руках финансовых средств, у него очень мало рычагов. Поэтому мы сейчас даже стопроцентной информацией не всегда располагаем, потому что деньги выбивает северо-западная дирекция. Марат Милсович Аганесян, новый директор. Вот за мои три года это он уже третий директор северо-западной дирекции. Это все не очень просто. Но вот сейчас вопрос стоит о том, чтобы получить 78 миллионов на подводку сетей, ко всем памятникам. Потому что мы открыли экспозицию, не имея стабильной не температурно-влажности ситуации, не стабильности в охране. Хотя я замялась, потому что не хотела говорить об этом. Но в принципе это так. У нас и сигнализация подведена по временной схеме. Это в общем не лучший вариант. Есть все. Поэтому в принципе мы спокойны, иначе мы не открыли эти экспозиции. Но это конечно все трудно, потому что откуда эта цифра улетела на 18-й год, я понять не могу. Арнилганг может быть сделан практически, но за два года мы можем сделать все. Есть уточняющие вопросы? Ну конкретно по реставрации залов Большого дворца. Залы Большого дворца, они близки к завершению. Там как раз все дело упирается в то, что нет сетей. Мы понимали, что у нас юбилей, и по-другому сделать не могли. И вот сейчас вот эти четыре зала, которые вы видите, мы практически открываем на своем голом энтузиазме. Это все заслуга музея. Мы эти залы открываем, потому что мы понимаем, что остановиться на пути нельзя. И нам так самим легче работать, открывается амфилада. Но в целом, в целом, все упирается только в солнце, нет сетей. Так бы мы экспозиции могли бы делать уже следующие. Ну не все сразу, это тоже процесс, но могли бы делать. То есть это не так, что какая-то федеральная программа, в которую попал музей, который как бы... Нет, нет. Это программа реставрации Министерства культуры. В нее Орлен Баум попал, но сроки его реставрации все время увеличиваются и двигаются.